Здравствуйте! Это программа «На чистоту» и сегодня в нашей студии заместителя руководителя Коммунального государственного учреждения Кохамдек Келесым Управления внутренней политики Акимата Западно-Казахстанской области Ихсанова Жамал Сагангалиевна. А говорить мы будем сегодня о деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Жамал Сагангалиевна, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Ну, конец 2020 года. Мы все ждем, когда он уже закончится. Верим в то, что 2021 будет намного лучше. И, как правило, принято подводить итоги уже в декабре месяце. Вот скажите, какая работа Ассамблеи была проделана в этом году? Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Ну, скажем так, что несмотря на трудности, вот мы переживаем пандемию и сейчас находимся в определенной позиции в этом плане. Я бы сказала, что год был не менее насыщенный, чем с прошлой годой, потому что мы по тому плану, который мы наметили в конце 2019 года, как вы знаете, у нас председателем Ассамблеи является Аким Западно-Казахстанской области, поэтому план был подписан Акимом, и мы в течение года этот план выполняли. Он был, в общем-то, такой очень содержательный план, надежды были большие, и мы все-таки, несмотря на трудности, план этот выполнили. С чего был начат год? Вообще, мы подведение года завершили в 2019 году. Это был конец 2019 года, когда в Ледовом дворце мы отметили, дан был старт в рамках 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, был дан старт народной экспедиции эстафеты «Дорога первого президента». Вы знаете, что по всей республике было такое задание дано, и мы в республике одними из первых вот эту эстафету как бы дали старт, и уже в январе, февраль месяц, вот эти два месяца, несмотря на суровые, вот прохладные дни и холодные, будем так говорить, да, все-таки это было как раз в то время было, в общем-то, не совсем и тепло, и тем не менее мы смогли вот в этот период, там одно, надо отметить, что там отчеты Акимов шли, помните, да, в республике у нас, вроде бы как накладка, но тем не менее мы вот так, такой график сделали гибкий, и с командой нашими ассамблейцами, это культурное объединение, это наши председатели структурных подразделений, это наша ассамблея вся, мы совершили в 12 районах вот такую эстафету, эстафета заключалась из пяти диалоговых площадок в формате ХАКОТО, где каждое структурное подразделение встречались с определенной категорией людей, и мы на этих площадках обсуждали жителями той местности, обсуждали проблемные вопросы, касающие именно того населенного пункта, и принимали решения, принимались, Акимов район все присутствовали на данных мероприятиях, я вот хочу отрадно отметить, что действительно было такое, знаете, вот поддержка такая была с районов, со стороны районов Акиматов, и вот мы буквально вот на ура вот эти два месяца по 12 районам, буквально перерыв 2-3 дня, и мы выезжали в другой район, и вот такая у нас плодотворная работа была проведена в январе-феврале, и в конце февраля, это уже 1 марта, на день, вы знаете, это день ассамблеи народа Казахстана, это день благодарности для нас, для ассамблеи, особый день, мы, в общем-то, сделали итог подведения, вот 12 районов, как была эстафета завершена, закату имени Джангирхана, была большая конференция, также были проведены 5 диалоговых площадок, это структурное произведение Аксакалы, это советы матерей, совет общественного согласия, научно-экспертные группы всем этим руководила, и этнокультурное объединение совместно вот со всеми этими площадками были все вопросы наши обсуждены, и как бы мы сделали, вот дали шаг на 20-й, 20-й, вернее, год, какие задачи стоят, это там уже была взята наша какая-то такая, знаете, большой такой, как говорят, вот дали мы себе такую установку определенную, установку, и вот в таком духе уже будет дальше продолжаться, и вот 1 марта у нас, вы знаете, День Благодарности, это такой для нас особый тоже праздник, и в этот день у нас традиционно Акимобласти встречается с Аксакалами, проводится мероприятие Батала Аксакалдармен, это вот слова назидания старейшин, это БАТА, это называется, ну, напутствие, напутствие, и, естественно, это мероприятие проводится участие молодежи, где наши старейшины дают напутственные слова, и говорят, что действительно благодарить, это всегда надо, надо почитать старших, надо уважать младших, ну, вот в таком аспекте. Ну, главное, чтобы молодежь прислушивалась старшему поколению. Мы стараемся всегда, ну, вы знаете, что в ассамблее такая часть тоже присутствует, Жанг Ружола молодежное движение, тоже в 2018 году мы создали такое структурное подразделение, вот мы совместно с ними вот эти все вопросы отрабатываем. Ну, и если говорить, в этот день у нас, конечно, как всегда традиционно митинг. Митинг проходит обязательно у монумента Казаккалханамонанглос, это благодарность казахскому народу по инициативе Корейского этнокультурного объединения, вы знаете, да, вот этот монумент у нас уже много лет, многие в республике еще, в областях других нет такого монумента, но у нас он несколько скромный, но тем не менее есть, да. И мы там проводим вот всегда, это наши школы всегда там участвуют, наше этнокультурное объединение, вот именно, которое заселились годы, вот когда репрессии, годы были репрессии, они рассказывают о том, что они пережили и как они вот себя здесь ощущают в Казахстане. Это, конечно, те слова, эти мероприятия, когда там звучат эти слова, дорогого стоит это молодежи слушать, и они поражаются. Да, действительно так было? Может, это просто так люди говорят? Нет, когда говорят со слезами на глазах эти слова, и мы, конечно, вот это вот большой пример, это предметный такой разговор, когда они на словах, а на деле мы уже молодежи показываем наши отношения, это уважение, это вот толерантность казахского народа, и, соответственно, за это благодарность всех этносов, которые проживают в нашей области. Ну, кроме Дня Благодарности, да, в этом году еще 25 лет исполнилось Ассамблея. Это тоже четверть века, скажем так, юбилей. Да, вы знаете, у нас все мероприятия, кстати, вот когда мы даже план делали, это все было под эгидой 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, потому что это все наши достижения, именно мы во имя вот в рамках вот этой даты как бы звучали. И поэтому, конечно, 25 Ассамблеи мы провели, вот в этой, когда мы проводили экспедицию по району, у нас была выставка, выставка дорогой первого президента. Ну, естественно, никак нельзя, говоря о 25-летии Ассамблеи, нисколько не умаляешь достоинства Ельбасе, первого президента нашей страны, Нурсултана Абиштин Базарбаева, который, мы Ассамблея являемся его детищем, мы Ассамблея, которые, как бы, его идеи, которые воплотились вот в эту Ассамблею, в Институт Ассамблеи. Столько лет под его руководством, конечно. Под его руководством. И вот та вот именно главная миссия Ассамблеи остается именно сохранение общественного согласия и общенационального единства. Это на протяжении 25 лет вот под этой эгидой, под этим девизом, свою работу проводит Ассамблея. Поэтому 25 лет Ассамблеи, вот все наши этнокультурные объединения, которые стояли у истоков становления, развития Ассамблеи народа Казахстана, естественно, это было много, очень встреч много, это были передачи, это были встречи с молодежью, где рассказывали о том, как это начиналось. Если говорить о том, что было 25 лет назад, и какая сегодня Ассамблея, это, конечно, разная очень... Большая разница. Да, большая разница. Поэтому я думаю, что, конечно, в первую очередь это заслуга Ельбасе, но наше вот этнокультурное объединение, я вот всегда хочу подчеркнуть слова Ельбасе самого, он говорил, что именно разные все этносы поддержали вот идею создания Ассамблеи и идею консолидации вот возле Ассамблеи всех наших этносов, да, и вот вообще целостность народа вот сохранить таким образом. Вот эта вот идея сама, она, конечно, очень как бы доказала временем, что она достаточно верная, нужная и правильная. Я думаю, вот время сейчас тоже показывает нам, что Ассамблея, это как институт, доказала свою состоятельность, доказала свою, вот что она способна и что она должна существовать. Ну, раз уж вы заговорили вот об этнокультурных объединениях, давайте скажем, сколько их у нас, вот какая у них работа? В нашей области действует 54 этнокультурных объединений. Из них 31 официально зарегистрированы в департаменте юстиции. 16 этнокультурных объединений в 19-м году, в прошлом году прошли аккредитацию. Это в рамках закона об Ассамблее был введен такой пункт аккредитации прохождения. И вот они в 19-м году все в 16 этнокультурных прошли аккредитацию. И вот эти 16 этнокультурных объединений, которые прошли аккредитацию, они занимают помещение в Доме дружбы расположено. Вы знаете, да, комфортабельные кабинеты у них есть оснащенные. Там они проводят свои встречи, там они встречаются с молодежью, планируют свои действия, обсуждают какие-то свои за круглым столом, свою ежедневную работу. То есть созданы все условия для того, чтобы они могли собраться и какие-то свои рабофорусы порешать. Ну, не скажем, не за каким-то вот именно большим кором, а именно сами, своим составом, рабочие моменты. И у них такая возможность есть. Вот 16 этнокультурных объединений у нас в Доме дружбы. Вы знаете, что Дом дружбы в 15-м году был сдан в эксплуатацию. Несмотря на то, что все-таки, я так считаю, вот насколько было это уделено большое внимание, да, Ассамблее, создать в каждом областном центре Дом дружбы, и причем это красивое здание, да, оно такое оснащенное, светлое. Я вообще горжусь сама вот этим. И считаю, что нам вообще повезло, что у нас есть Институт Ассамблеи, и мы можем, имеем возможность работать там. И я хочу сказать, я всегда молодым говорю о том, что надо ценить вот это все, потому что когда-то этого вообще ничего не было, когда начинали вот. И сейчас вот это и вижу я, рост в том, не только в материальном плане, но и в моральном плане, вот в плане в том, что есть рост, движение вперед. И вот наши этнокультурные объединения, 16 областного центра, да, они находятся вот в этом здании. 23 этнокультурных объединений, они у нас в районах. По регистрации они не прошли, но судя по тому, что они все-таки, ну, как сказать вам, не в бизнесе, не зарабатывают, нету доходов. Мы как-то считаем, что будет трудно, если они пройдут регистрацию в юстиции, там же уже налогообложение, вот эти все моменты. Поэтому мы как бы считаем, что они и так могут работать, вернее, позволяется. И могут, они, вы знаете, они очень большую лепту вносят, вот именно на районном уровне. Часто приглашаем мы их на наши областные мероприятия. Вы знаете, что очень много мероприятий проходит в рамках проекта недели этноса. Каждый этнос показывает в течение недели свою культуру, обычаи, быт, язык. И вот в этом формате наши районы привлекаются. Когда, допустим, украинское общество, когда проводит свой праздник ежегодный Сорочинская ярмарка, то наши районы с удовольствием, они ждут этого дня. И осенью, когда вот уже все поспело, когда уж мы собираем урожай, подведение итога, проходит Сорочинская ярмарка. Ну, горожане наши все знакомы с этим праздником. И с удовольствием посещают, да. Кроме этого у нас и Ивану Купалу есть праздник. У армянского народа есть праздник. Купание. Да, Ивану Купалу. Нет, Иван Купалу у белорусов. У белорусов. Ага. И у армянского общества тоже свои праздники. Азербайджане свое праздник. То есть каждый этнос проводит свое мероприятие в рамках недели. Но еще хочу оговорить, в рамках вот этого проекта у нас один день посвящается реализации проекта «Казахтану», в рамках которого этносы показывают знание казахского языка, знание культуры, обычаи казахского народа. И показывают не просто словами, а мероприятия на примерах, на каких-то постановках, концертные номера. Ну, излагают в разном формате, но они показывают свое стремление знать язык. И с каждым годом следует отметить, что эти мероприятия более насыщены, более они содержательные, и уже как бы у нас набирается опыт. Ну да, и тут надо отметить, что когда одно этнокультурное объединение отмечает свой праздник, другие тоже присоединяются, да, в это и есть дружба народов. Конечно, они очень солидарны. Это даже объединяет всех, понимаете. Мы даже приветствуем, когда они друг к другу на мероприятия ходят, познают каждую традицию одного другого и находят общие что-то такие, взаимосвязь, находят различия, в чем разница, в чем отличие, да, и в чем сходство вот наших традиций. Вот как у нас, вы знаете, долгие годы руководил Гася Хаминдуш, он всегда говорил, вот интересно, кухня, она же, продукты один и тот же, мука, мясо, соль, вода, ну и так далее. Ну а каждый этнос готовит по-разному, да? По-разному, да. И вот эта трактовка сама, какая-то национальный вот этот колорит, он вносится в одежду, и тем самым мы отличаемся друг от друга. А материал, сам-то факт, из одного тоже сырья, да, получается? Вот это очень даже запомнилось. Я думаю, что это действительно сказано очень верно, потому что на самом деле так оно и есть. Вот сходство, и поэтому мы всегда как бы разделяя дружи, вот чтобы дружба, вот это укрепление дружбы было во имя этого, все это проводится. Ну, Жамал Сагангалина, тем не менее, этот год был сложный для многих, да? И наверняка вот эта вот пандемия, карантин, как-то все-таки отразилось это на вашей работе? Или вот вы придерживались этого плана и старались вот как-то выходить из положения? Ну, вначале, конечно, как и всем, надо отметить, что было немножечко сложно. Мы пока вот вошли вот в эту колею, да, будем так говорить, пока мы разобрались, как мы вообще будем работать, что мы растерялись, естественно, всех, потому что это было для нас незнакомо, как бы мы не готовы были к этому. Но вместе с тем я хочу отметить, что мы быстро как-то собрались мыслями, да, и какие-то свои... Ну, вас много, поэтому, да, вы. Да, наш потенциал, оказывается, не иссякаем. Вообще человеческий потенциал, я хочу отметить, в том числе и потенциал ассамбреи. Мы почувствовали какую-то немножечко другую волну, немножечко, значит, перестроили работу. И все это у нас проходило в формате онлайн. Допустим, скажем, вот праздник День Единства, он очень дорог нам. Это наш праздник, когда мы ежегодно проводили шествия, да, как бы вот до шествия это были круглые столы, это встречи, это мероприятия разного формата. В этом году, значит, это получилось так, что мы могли только в онлайн-режиме сделать очень много поздравлений, публикаций. Вот здесь я хочу отметить роль научно-экспертной группы, которая своими вот научными статьями, публикациями вооружила нас таким знаниями. Мы как-то некогда нам было вот обратить внимание, да, вот на эти тексты, возможно. Мы как-то вот стали более тщательно, более каким-то уважением относиться вот к этому труду. И, в общем-то, это было такое познание, вы знаете, оно имело свою положительную сторону в этом плане. И наши ученые на республиканском уровне заняли достойные места. Там тоже это все мотивировалось. Потому что... Жаман Шангалин, извините, перебью вас. У нас есть звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем. Хорошо. Здравствуйте, говорите. Алло. Да, да, мы вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вас задать. Задавайте. В Казахстане много наций. Мы можем зарегистрироваться? Интересный вопрос. В Казахстане много наций. Можем ли зарегистрироваться? Вот вы об этом уже говорили, да, то, что этносы проходят регистрацию уже. Наверное, это имелось в виду. Наверное, если говорить о регистрации. У нас очень много этносов. Нация одна. Мы народы, единый народ Казахстана. А все остальные этносы, которые вместе с нами вносят лепту в развитие нашего суверенного Казахстана. Будем так говорить. Но каждый этнос имеет право пройти регистрацию. И если хотят иметь какой-то юридический статус, если желают, имеет пройти в департамент юстиции регистрацию и с нами работать с ассамблеей, пожалуйста, да хоть с кем. Все это возможно. Все это возможно, все это юридически законно, это все предусмотрено. Поэтому это вообще не проблема, я так думаю. Жабан Сангарин, ну мы вот уже меньше, чем через две недели будем отмечать День независимости нашей страны. Вот что-то планируется у вас? Вы знаете, мы уже начали эту работу ко Дню независимости. Независимость, это такое, знаете, мы так трепетно к этому относимся. Очень бесценная вещь, которой нет цены даже. Это вот настолько нам, в таком мире мы живем. Я вот сама вот, ну как бы, являясь очевидцем советской эпохи, да, родилась, жила в советское время, все мое становление было в советское время. Но вот я сейчас сравню, я настолько, вот знаете, хорошо завидую молодежи, вот что в такое время живут, когда очень такая мобильность, вот эта связь, интернет, вот эта связь, это настолько облегчает. Вот я за компьютером работаю, мне настолько, я вспоминаю вот эти печатные машинки, как мы работали, да, научные труды свои писали. Мы как-то тоже ведь учились, и в то время тоже были довольны тем временем. Все хорошо, да, мир, счастье самое главное. Но вместе с тем, вот эта вот скорость жизни, мне настолько оно импонирует. Вот, я думаю, что молодежь не должна это время терять. И вот сколько языков хочешь знать, учи, пожалуйста, от тебя зависит. Хочешь... Все это возможно сегодня. Да, хочешь поступить в ВУЗ. Но если ты с собой, сам с собой, себя уважаешь, дружишь с собой, да, как бы правильно располагаешь свои потенциалы, свои какие-то навыки, то можно так столько приобрести всего. И поэтому вот я отошла от темы, хочу сказать, что вот независимость, как мне дорога эта независимость, вот я об этом хочу сказать, подчеркнуть, вернее, акцентировать внимание. И хотела бы сказать, что к ню независимости мы относимся, конечно, с большим, с большим таким отношением, огромным уважением. И вот у нас буквально сегодня, сейчас до обеда, прошла областная, областной совет АНК, где вот мы имели возможность, совет АНК, вернее, имели возможность выдвинуть свою кандидатуру мужей с парламента. Вот, и вы знаете, я думаю, что это очень достойно и очень даже уважение, и как бы, как западно-казахстанской области такой, вот, знаете, вот это. Если наша, конечно, выдвинутая кандидатура пройдет, будем ждать результатов выборов. Я вот думаю, что мы все должны к этому отнестись очень серьезно, к выбору. Это наша жизнь, это наше будущее. Поэтому вот сегодня состоялся такой областной совет. Ну, а итоговые мероприятия у нас пройдет 20 декабря, где мы подведем итоги года, где у нас темой, главной темой зазвучит тема по именно реализации государственного языка, государственный язык, основа нашей независимости, да. Вот на такой теме будет у нас проходить наша... Потому что мы все-таки говорим много о плюсах, мы работаем над тем, что у нас не получается. У нас вообще самое, что плохо получается, это именно развитие государственного языка. Это надо признать, это надо... И от него не надо убегать, эту проблему надо решать. Если нас критикуют за это, я всегда принимаю эту критику, правильно. Но учитывая, что у нас взрослое население этнокультурное, которым очень трудно выучить язык, а молодежь, кстати, вот о молодежи хочу сказать, как я их благодарю. У нас где-то порядка 500 этнокультурных этносов, вернее, база данных создана, которая в совершенстве владеет казахским языком. Вот мы с этой молодежью сейчас отрабатываем и создали такое общественное движение Толь-Мура. То есть язык, он... Мура, это как бы архив, музей Мура. Вот в таком духе у нас есть такой общественное объединение Толь-Мура. И вот это общественное объединение сейчас, оно состоит из молодежи в основном. Это вот этносы разной, это национальности, они владеют государственным языком. И они теперь будут, значит, работать, у них свое направление, есть план работы, создан видеоролик, сделано обращение, положение разработано. Вот в рамках всей своей компетенции они будут отрабатывать. Это вот на 21-й год наши планы уже, да? Я уже перешла к планам. Да, уже к планам перешли, да. Вот государственный язык, вот эта тема прозвучит, мы подведем итоги и скажем, что же у нас не получается, над чем надо работать. И вот поставим вопрос перед нашим составом Совета АНК. Чтобы найти решение. Да, чтобы найти решение, вот как нам дальше, какие шаги, то ли это финансовые, то ли это материальные, то ли это моральные нужны. Это что еще нужно, что нужно сделать, чтобы двигать вот этот вопрос, да? Вот буквально. Ну, конечно, наработки есть. Не скажу, что было как 5 лет назад и как сейчас. Это уже разные вещи. Ну и еще один вопрос. Это будет, конечно, на их награждение по итогам года, принятие обращения ассамблеи, да? Вот именно на созидание, на лучшее будущее надеяться. 21-й год должен быть лучшим. И так далее, и так далее. Вот такое будет у нас итоговое мероприятие. Мы его планируем 20 декабря. И таким образом... Жамал Сангалиевна, я знаю то, что несмотря на большую работу, которую проделывает ассамблея, да, есть и критика в ваш адрес, да, и, ну, не всегда, может быть, даже и обоснованная, да, вот, может быть, об этом сказать тоже нужно. Ну, критики очень много. Вы знаете, вот, ну, считает, что мы вот как бы сидим, и, ну, как бы, вот у всех представлений ассамблеи... Что ничего не делают. Ассамблеи просто вот танцы, пляски, как будто мы танцуем и поем. Я уже это все время говорю, это далеко не так. Вот у нас, я же начала сейчас говорить, 54 этнокультурных объединений, структурные подразделения. Это 239 советов общественного согласия разных уровней. Это у нас областной, городской, районных 12. И остальные в сельских округах еще на предприятиях города есть советы общественного согласия, которые помогают нашей работе. Каким образом они в каждой у себя на своем уровне проводят работу по консолидации нашего общества, по развитию казахского языка, по семейным, это, демографическим проблемам, по нашим каким-то, вот, говорим, бытовое насилие, вот, с детьми, с молодежью, с подростками. Вот все эти вопросы наши проблемные на советах обсуждается. Городской, вот, наш областной совет, он обсуждает вопросы тарифа, поднятия цен. Вот сейчас тоже вот во время пандемии, как, что, ведь наша ассамблея огромную роль сыграла вообще во время пандемии. Нас, как будто, вроде бы, многие не хотят замечать. Я считаю, что люди, которые говорят так голословно, они просто не владеют информацией. Наверное, все-таки я свой адрес хочу сказать, сделать самокритичный, в общем-то, я хочу сказать, что, возможно, мы мало выступаем, мало говорим, мало ездим, да, кабинетной работы, возможно, очень много. И в этом, на 21-й год, мы планируем выезды на предприятие, в организации, по... У нас вот эта дорога первого президента, она имеет продолжение. Мы пойдем в этой эстафеты теперь по предприятиям, по школам, по каким-то учреждениям. Наши этнокультурные объединения, если принимали участие в этой эстафете, в Доме дружбы проводили мероприятие, теперь у нас другая задача. Мы идем в народ, мы пойдем по сами, не надо к нам в Дом дружбы всех заводить, мы уже пойдем по туда, где нас ждут и хотят нас услышать. То есть мы будем выступать, говорить о той работе, которую мы проводим. И как, если она где-то что-то не имеет какой-то такой пользы, то надо перестраиваться, надо думать по-другому, надо идти по-другому, шаги выбирать другие, да, потому что нет ничего такого, что вот так сделать, и больше никак, нет. Мы все время думаем над тем, чтобы как переформатировать работу, как ее сделать более полезной, нужной, необходимой. Просто это же веление времени, я так считаю, сейчас все же так работают. Вот, например, бизнес, он не идет, они же другие шаги ищут. Точно так же мы ищем свою стезю и стараемся быть полезными, нужными. Ну и вот сейчас начала говорить про Совет Общельской Ассамблеи, Советы Матерей, Совет Аксакалов, Молодежное движение Жан Гружола и волонтеры в этом году. У нас проведено было 14 караванов это милосердия, караван милосердия в рамках республиканской акции «Мы вместе». Вот вы знаете, да, по всей республике было. У нас было 14 караванов. Надо отметить, что наши этнокультуры, помимо того, что они являются председателем, они же у них у всех многих бизнес, они вносят свою лепту в то, чтобы наши ассамблеи как-то поддержать. И это причем постоянно. Мы никогда не это, как говорят сейчас, модно слово, напрягаем, да? Мы вообще, бюджет очень у нас, мы не затратны совершенно. Я говорю о нашей области. Я не могу сказать о всей республике, не могу сказать о других областных ассамблеях. Вот про нашу область я хочу сказать, отметить, что мы не совсем затратны. Мы абсолютно настолько отрабатываем все свои задачи, которые мы ставим, да, и наши этнокультурные объединения, они являются вот бизнесменами, и они помогают нам не просто там вот на словах, а именно на деле. Допустим, скажем так, в этом году по инициативе этнокультурных объединений мы, это значит, создаются скверы в городах, ой, в волосном центре, да? Так. С городским акиматом определены улицы, где, возможно, вот каждый этнос свой сквер будет имени, вот, например, корейцы свое открыли, украинцы и так далее. Ну, хорошую новость. Да, вот теперь вот в связи с пандемией немножечко у нас это остановилось. Вот Корейское этнокультурное объединение, они открыли сквер долголетия, здоровья, охраны здоровья. Там каждая дорожка имеет свое значение в плане оздоровительного характера, да? И вот азербайджанцы на улице азербайджанки сосновые ели, елки вот они высадили. Очень большая такая посадка была весной. Но вместе с тем, вот немножечко у нас вот это, как бизнес стал, да? Вот немножечко, сами знаете, трудности. В связи с этим, я так думаю, я надеюсь, что 2021 год будет у нас. Мы прям все ждем. Да, мы тоже его ждем. Все хорошо будет, да? 2021, надеюсь, все у нас будет хорошо. Жамаса Ингалиевна, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. На самом деле, о работе ассамблеи можно говорить очень много. Да, я не все сказала. Да, я понимаю, что вам не удалось выговориться, скажем так. Но у вас есть возможность поздравить с наступающим Днем Независимости наших телезрителей. Уважаемые телезрители, я от ассамблеи, нашей областной ассамблеи народа Казахстана хочу поздравить с наступающим Днем Независимости, главным праздником казахстанского народа, главным праздником, потому что мы все имеем жить в мире, дружбе, согласии в нашем суверенном, теплом, уютном Казахстане. Всем желаю здоровья, чтобы 2021 год был очень добрый, принес нам много удачи, счастья. И будем, ну, это условно, потому что счастье и здоровье зависят от каждого из нас. Если вот даже пандемия показала, если мы сами не будем оздоровляться, не будем над собой работать, несмотря на возраст, то это тоже будет так, как будет. А если мы будем этим заниматься, то всем надо заниматься вовремя и правильно. Да. Спасибо большое, Жамас Кангалиевна. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Вашему тоже органу желаем процветания, чтобы ассамблея развивалась и не стояла на месте. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова